что же коллеги еще раз всем доброе утро у кого-то уже день начнем наш сегодняшний вебинар у нас посвящен пильным и алмазным диском ну пильные диски у нас мы начнем с не с этой группы в принципе наша гордость одна из самых таких широких наших категорий в чем преимущество макиты в том что наши пильные диски подходят практически там ну под каждый материал можно найти свой диск сегодня мы рассмотрим все наши линейки и начнем мы с параметров диска с основных параметров на что они влияют какие они есть в природе ну первое это толщина диска и напаек если у нас диск толстый то основные преимущества в том что он более прочный он труднее деформируются и большая прочность для припаяния напаек соответственно меньше риск скола недостатком можно отнести то что у нас снижается сколость пропила и у нас большая нагрузка на станок то есть например на аккумуляторную технику да не рекомендуется ставить толстые диски иначе у вас будет меньше количество пропилов от одного заряда ну к преимуществам тонкого диска можно отнести что у нас большая скорость резки меньше нагрузка на станок что особенно актуально для аккумуляторного инструмента и меньше отходов к недостаткам то что есть больший риск деформации и то что меньше площадь припаяния на пайк количество зубьев преимущество когда зубьев много то что мы получаем более чистый рез то есть у у нас меньше заусенцев более ровная поверхность реза к недостатка можно отнести то что пропил у нас осуществляется медленнее больше нагрузка у нас идет на инструмент также диски с большим количеством зубьев они обычно дороже и снижается у нас также еще и прочность диска ну и уменьшение стружка приемника когда у нас зубьев мало то соответственно у нас к преимуществам можно отнести то что быстрее мы режем до быстрая скорость реза меньше нагрузка на инструмент диски дешевле прочность диска выше и лучше стружка отходит то есть увеличение стружка приемника но главный единственный недостаток когда у нас зубьев мало это то что у нас больше заусенцев и неровная поверхность разреза то есть если вам нужен идеальный рез то малое количество зубьев это не ваш выбор а по поводу противоударного зуба такой зубы вы можете найти на некоторых наших линейках типа mac blade mac force некоторые специализированные линейки чем же он хорош прежде всего он предотвращает сколы у напаек и более высокая прочность соответственно у диска ног недостатка можно отнести то что у противоударного зуба хуже отвод стружки тяжелее перезатачивать и в принципе все это введет к увеличению цены обычный зуб чем хорош тем что у них хороший отвод стружки но к недостатка можно отнести то что выше вероятность образования сколы на на пайках и меньшая прочность также по поводу на парик да то есть они могут быть глубоко погруженные в диск и обычные то есть не не погруженные чем хорошая на пайка которая погружена сам диск это то что увеличивается прочность и выше безопасность но к недостаткам от можно отнести то что ее сложнее затачивать и такая технология изготовления дисков сложнее соответственно цена на них выше ну обычные зубе преимущество то что в принципе они относительно дешевые но прочность на пайке меньше также в некоторых дисках применяется специальное покрытие в дисках макета на это покрытие тоже есть но здесь на такие диски у нас не дешевые вот преимущество данного покрытия в том что пластик клей не прилипают и соответственно у нас снижается также еще сопротивляемость материала то есть диск работает дольше увеличивается срок эксплуатации к недостаткам это соответственно рост цены до каждая технология требует определенных затрат ну и преимущество дисков без покрытия в том что они дешевле конечно же что логично но к недостаткам относим то что к ним больше прилипает всякого материала и меньше срок эксплуатации конкретно макета использует покрытие ptf-e если более длинный вариант то это поле тетрофторэтилен как я уже сказал ранее уменьшает данное покрытие у нас уменьшает трение и предотвращает перегрев диска при работе также наверное еще я устно отмечу что угол атаки тоже можно отнести к немаложим характеристикам на что у нас влияет угол атаки ну он у нас влияет на качество пропила нас уменьшение сопротивляемости материала и на прочность диска обычно положительный угол атаки у нас используется при работе с деревом отрицательный угол атаки у нас используется при работе с металлом потому что отрицательный угол атаки дает как раз большую износу износостойкость на пайка положительный если мы например будем до с положительным углом работает по металлу то там у нас быстро на пойти все сколется поэтому при работе с металлом у все диски обладают отрицательным углом атаки за исключением наверное алюминия там можно работать положительным углом но где-то примерно до 5 градусов потому что материал довольно таки мягкий вот и это позволяет сделать также на многих дисках есть компенсационные прорези они у нас предотвращают изменения геометрии диска снижают колебания и уменьшают шумы комбинационной прорези у нас сам используется на дисках для работы по дереву по металлу насколько я помню их не используют и демпфирующие лазерные прорези которые у нас заполнены специальным компаундом они у нас также используются на некоторых в некоторых линейках дисках обычно это линейки недешевые и данные прорези они у нас уменьшают вибрации и снижают шум при резке ну что же перейдем к самим линейкам наших дисков их принципе можно разделить на 4 линейки это для распила древесины макблэйт макблэй плюс макфорс эмфорс специализированные диски диски для аккумуляторного инструмента и диски стандарт наша базовая линейка ну начнем мы рассматривать наш ассортимент с дисков для работы по древесине это линейки макблэйт макблэйт плюс макфорс эмфорс ну собственно говоря линейка макблэйт она у нас довольно таки популярная здесь используется тип зуба а т.б. это один из самых распространенных типов зуба особенность его в том что сами зубья заточены по переменам справились и располагаются последовательно то есть там сначала справа потом с левой данный тип зубьев обеспечивает чистый практически без сколов с преимущество то что можно таким типом зубы работать по для разреза вдоль волокон и поперек данная линейка у нас характерна еще также тем что есть компенсационные прорези хорошо отбалансированное лезвие и вся линейка макблэйт и макблэйт плюс как более навороченная линейка у нас в основном предназначен для торсовочных пил поэтому тут у нас идут диаметр от 190 до 305 миллиметров и число зубьев от 24 до 100 миллиметров то есть от грубого реза до экстра чистого реза макблэйт плюс это топовая линейка здесь очень много интересных технологий которых я рассказывал ранее это например покрытие птфе которые у нас позволяет снизить нагрев диска при работе с материалом а также налипание материала и клея на сам диск это компенсационные прорези которые снижают шум и вибрацию диска при работе здесь также используется зуб а т.б. диаметры тут от 216 до 355 миллиметров и число зубьев от 24 до 100 принципе вкратце данная линейка у нас характерно длительным сроком службы и хорошим качеством даже вот лучшим качеством реза макфорс ну особенность данной линейки в том что тут используются более тонкие диски да то есть соответственно более тонкий диск нам позволяет делать более тонкий пропил и более быстрый пропил на что немаловажно поэтому данные диски у нас более быстрые относительно того же макблейда здесь линейка она наиболее широкая она подходит для торцовочных пил для дисковых пил числа зубьев от 10 до 60 типы зубьев используются разные это а т.б. как в макфорсе оттав оттав он в принципе очень похож на а т.б. единственное что здесь зубе имеют разную глубину а это позволяет уже снизить трение при работе с материалом и соответственно диск меньше нагревается и это предотвращает сгорание древесины при работе и также здесь используются ftg у нас зубьет зубе у нас плоские с слоем поликристаллического алмаза то есть они довольно таки прочные и обеспечивают длительный срок службы также здесь используется кольцевая натяжная накатка которая увеличивает срок службы данных дисков собственно говоря такая сбалансированная универсальная линейка диски м форс ну собственно говоря можно сказать наша гордость наша ноу-хау используется зубья м-образные а что это нам дает а это нам дает то что увеличивается скорость пропила и также увеличивается чистота реза но здесь есть фишка да если вы обратите внимание то число зубьев тут принципе от 10 до 40 казалось бы в чем плюс да ну чем меньше зубьев тем у нас быстрее рез да мы осуществляем но в то же время рез становится более грубой заусенцами но благодаря тому что здесь особый тип зуба то по сути дела количество зубьев вы можете смело умножать на 2 да то есть например диск с 24 зубьями по качеству реза будет как обычный диск да там например зубьем зубом а т.б. да как 48 зубьев да то есть вот в этом вся фишка и именно этим достигается быстрый лес да то что с одной стороны зубьев мало но они обеспечивают чистый рез и также к особенности можно отнести то что тут тоже также как у mac force уменьшенная толщина лезвия то есть опять же это влияет на скорость пропила и срок службы срок службы у данного диска он тоже примерно ну в два раза выше чем например у обычного то есть такая весьма интересная линейка диаметры разные от 160 5 до 235 в основном используется там в дисковых пилах данные диски перейдем к нашей специализированной линейки она у нас довольно таки широкая есть у нас диски для ламината для металла для нержавеющей стали алюминия строительных работ демонтажных цементоволокнистых пред и сэндвич панели но последние три такие весьма специфические даже если что последние четыре весьма специфические но опять же не у всех производителей они есть а у макеты представлены полном объеме диски для ламината здесь у нас используется зуб тиседжи это комбинация плоского и трапециевидного зуба то есть трапециевидный зуб делает надресса режет материала плоский зуб режет остатки в углах данный тип зуба характерен тем что он у нас довольно таки прочные и вот используется для резких материалов с твердым слоем здесь есть покрытие ptfe что весьма важно при работе с ламинатом на нем на диске не остается никаких остатков и собственно говоря все это обеспечивает длительный срок службы диаметра от 190 до 305 миллиметров то есть подходит или торцовочных пил и для дисковых пил и число зубьев от 60 до 96 то есть обеспечивает чистый рез что также важно при работе например с ламинатом диски для металла вот здесь у нас используется несколько несколько зубов это mtcg smtcg и mtcg все эти зубы как раз у нас предназначены для работы с металлом и обеспечивают чистый рез да ну преимущество дисков для металла например перед абразивными да то что они более износоустойчивые и также они быстрее например в данный диск может резать там примерно в 30 раз быстрее чем абразивным диском диаметра от 136 до 305 миллиметров и число зубьев от 30 до 78 обеспечивают чистый рез диски для нержавеющей стали здесь используется зуб smtcg принципе он у нас специально предназначен для нержавейки данная форма зубов зубьев гарантирует пил без заусенцев также можно отнести к плюсам то что он быстрее чем абразивные диски и более износоустойчивый диаметр на 185 305 миллиметров и число зубьев от 64 до 100 диски для алюминия ну в принципе ими можно и резать не только алюминий но и другие цветные металлы медь бронзы и так далее используется зуб tcg как я уже раньше говорил это комбинация плоского и трапециевидного зуба вот поэтому он даже и не только для металлов но и пластик и ламинированный дерево да то есть что-то вот деревянное но с твердым верхним слоем тоже допустимо его использовать тут используется кольцевая натяжка для увеличения срока службы диска диаметры у нас от 160 до 355 миллиметров и число зубьев от 60 до 120 диски для строительных работ здесь как вы можете обратить внимание число зубьев довольно таки невысокая 12 до 16 то есть для материалов где чистый рез не нужен до нужен быстрый распил данные диски у нас предназначен для работы с деревом из деревом по с деревом с гвоздями здесь используется зуб ftg который у нас обработан покрыт слоем поликристаллического алмаза то есть обеспечивает большую надежность большую износостойкость собственно говоря диаметр от 190 до 235 миллиметров и число зубьев здесь невысокое 12 до 16 это еще раз повторюсь диски для работ где не нужно день и нужен чистый пропил для демонтажных работ также данный диск у нас предназначен для дерева и для дерева с гвоздями но здесь уже используется другой зуб а т.б. но однако например по сравнению с тем же с той же линейкой макфорс здесь зуб а т.б. глубоко впаяны да то есть про то что рассказал в самом начале в особенностях например у макфорса он у нас не впаяны здесь глубоко впаяны то есть увеличивается срок службы диска благодаря этому здесь диаметр 165 до 355 и число зубьев здесь уже от 16 до 60 до то есть сравнить с предыдущим диском здесь уже можно делать какие-то более чистые резы где это уже необходимо и диски для сэндвич панели тоже далеко не у всех производителей есть в ассортименте собственно говоря здесь используется зуб и 7 т.с. джи что такое вообще сэндвич панель это у нас два листа железа между которыми теплоизоляционный материал проложен собственно говоря особенность этого диска в том что он призван сохранить клеевую связь между вот этим материалом да и листами железа то есть он не нарушает структуру материала диаметра 235 до 355 миллиметров и число зубьев от 50 до 80 специализированные диски для аккумуляторного инструмента сразу скажу что здесь я не буду останавливаться на всех дисках выделю только несколько дисков вот почему не буду останавливаться подробно потому что принципе но они практически аналогичные дискам да там предыдущим например если мы говорим про дерево там или металл да ну просто у них например и снижена толщина диска а вот собственно говоря особенность все линейки для аккумуляторного инструмента в том что у них снижена толщина диска что позволило уменьшить нагрузку на двигатель увеличить количество пропилов от одного заряда сократили расход материалов и обеспечить тонкий и ровный пропил выделю я отдельно диск для кориана опять же не у всех производитель есть у макиты есть что такое у нас кориан крянуна искусственный камень наверное все знают делают столешнице подоконники ванны да много чего делают зубы здесь используются tcg с углом 5 градусов да то есть угол небольшой здесь он большой не нужен потому что иначе зубе у нас будут скалываться а вот малый зуб обеспечивает прочность но при этом здесь чистый пропил доступен у нас он в одном экземпляре дтб 567 42 165 миллиметров диаметр толщина диска у нас 1 и 4 миллиметра ну и также мы рассмотрим здесь линейку efficat наша флагманская линейка для дисков для аккумуляторного инструмента у нас efficat делится на две линейки по крайней мере в россии так то в принципе их больше но пока мы завозим две основные линейки это efficat для дерева и efficat для металла какие же особенности данных дисков у эффекта для дерева здесь используется особый тип зуба он у нас называется efficat wood efficat для дерева он обеспечивает чистый рез при минимальном усилии есть у него специальное посередине углубление так называемые стружка лом который обеспечивает эффективный отвод стружки и тонкое основание у самого зуба который опять же у нас влияет на работу от 1 заряда мы работаем дольше вот например справа вы видите ресурс работы диска efficat на одном заряде при аккумуляторе 5 ампер часов да если вот ну по сравнению с обычным диском количество резов примерно увеличена в 2 и 4 раза и собственно говоря efficat диски для дерева диаметре 165 90 миллиметров число зубе 2425 толщина диска 1 миллиметр подходит для аккумуляторных пил также у нас есть диски для дерева мдф и ламината это б 573 20 диаметр здесь 165 и толщина диска у нас один миллиметр к особенности можно отнести то что здесь используется демпфирующие лазерные прорези со специальным компаундом который у нас и уменьшают вибрацию и снижает шум при работе данного диска у нас 56 зубьев угол атаки у нас 23 градуса то есть он обеспечивает хороший быстрый пропил и так же здесь у нас покрытие птфе диски для аккумуляторных торцовочных пил диаметре 2 260 305 миллиметров число зубьев от 60 до 100 уменьшенная толщина диска 165 миллиметров угол атаки здесь примерно 10 градусов и диски эффект металл здесь используется тоже особый зуб он отличается от зуба эффект для дерева здесь более износостойкие так но также есть углубление в середине зуба до стружка лом и из-за того что зубья за . зубьев располагается идет под разными углами обеспечивается чистый рез и и справа ресурс работы на одном заряде при аккумуляторе 6 ампер часов получается количество резов в сравнении с обычным риском примерно в 16 раз больше диски для аккумуляторных пил эффект металл два диаметра 136 150 миллиметров число зубьев от 30 до 48 используется здесь у нас лазерные прорези со специальным компаундом ну собственно говоря на этом у нас с дисками для аккумуляторных инструментов все и мы переходим к нашей линейки стандарт то есть здесь хорошее соотношение цена-качество но при этом естественно мы здесь видим каких-то ноу-хау и интересных технологий здесь все отдана в году цене но при этом достойное качество ну диски стандарт для дерева используется тип зуба т.б. как я ранее говорил самый распространенный тип зуба за . у нас идет попеременно на правую и на левую сторону диаметр 165 до 235 миллиметров и число зубьев от 10 до 120 то есть от грубого до экстра там точного реза а диски стандарт мдф здесь уже используется зуб 10 g диаметра у нас 255 миллиметров и число зубьев от 16 до 60 здесь уже такого экстра чистого реза нету ну собственно говоря обычно это и не нужно для алюминия здесь используется на тип зуба а т.б. собственно говоря например диски специализированные да там используется зуб у нас другой здесь используется зуб а т.б. но потому что зуб а т.б. он собственно говоря самый дешевый самый распространенный вот поэтому в линейке стандарт используется более простой зуб диаметры 165-235 миллиметров и число зубьев от 6 от 16 до 60 и диски универсальные подходит у нас для мдф и пвх и алюминия здесь у нас зуб используется тысячи с углом наклона 5 градусов то есть в принципе вот в данном случае оптимально чтобы резать и алюминий и мдф до какие-то материалы довольно таки прочные диаметра 165 до 355 миллиметров и числа зубьев от 60 до 100 то есть обеспечивает чистый рез на этом с дисками все и мы переходим к алмазным дискам алмазных дисков у нас не так много как пильных но тем не менее все самое необходимое у нас в ассортименте есть единственное что связи с нынешней ситуации наверное стоки по некоторым позициям могли обнулиться да но надеюсь что в скором времени все все наладится и собственно говоря будем их активно пополнять наши стоки собственно говоря алмазные диски какие у нас здесь есть категории это у нас космос но сразу скажу космос это уходящая уже категория дисков там осталось мало мы их до распродаем и собственно говоря пока мы их больше не завозим диски для ушей диски для бензорезов для отрезных пил по металлу для алмазных пил я диски x-lock и диски тарельчатые ну собственно говоря сначала рассмотрим какие у нас бывают типа алмазных дисков это у нас диски сегментированные наверное самые популярные обеспечивают быстрый рез довольно таки качестве но тем не менее нет как бы экстра чистый рез на них не добьешься диски turbo это такая золотая середина скажем так передовинки быстро рез лучше чем у сегментированных и сплошные диски здесь скорость среза самая небольшая но при этом самый чистый рез ну и перейдем мы к дискам космос предназначены они у нас для сухого реза осталось у нас только две линейки the comet и не трон принципе в каждой линейке можно разделить диски на две подкатегории это эндуро и rapid эндуро предназначен для резки мягких материалов rapid у нас обеспечивают быстрый рез и предназначены для более твердых материалов эндуро у нас 150 до 300 миллиметров диаметры rapid у нас 150 180 миллиметров подробно я не буду найти диск останавливаться линейка уходящие пока еще можно купить по хорошей цене диски отличного европейского качества производится во франции и comet также делится на две подкатегории эндуро для более мягких материалов и rapid быстро это более твердых материалов здесь уже используется другая форма сегмента она м-образная снижает шум и увеличивает износ стойкости ну перейдем к дискам для уши их у нас можно разделить на сегментированные сплошные рифленые и эконом ну подробно мы рассмотрим сегментированные и сплошные рифленые эконом мы подробно рассматривать не будем собственно говоря и про них я просто быстро проговорю так как там каких особых технологий нет это у нас эконом входит у нас линейка сегментированные сегментированные рифленые сплошные рифленые обеспечивают хорошее соотношение цена и качество и сегментированные для бетона у нас диаметры от 115 до 230 миллиметров достойное качество пропила скорость тоже диски сплошные рифленые по граниту и по бетону ну собственно говоря это вот диски turbo которые золотая середина обеспечивают достойную скорость реза при достойном качестве реза и здесь также используются у нас дополнительные круглые отверстия для лучшего охлаждения дисков диски по граниту нас идут диаметрами от 115 до 230 миллиметров и по бетону 115 также до 230 миллиметров и диски для аккумуляторного инструмента для аккумуляторных уши м два диаметра 115 125 миллиметров ну наверное как вы можете догадаться все что связано с комитетной техникой имеет уменьшенную толщину диска да то есть вот здесь толщина диска 14 миллиметра ну если сравнивать например с дисками обычными да ну обычного диска толщина будет где-то 2 и 3 2 и 4 примерно так то есть миллиметр минус и скорость данных дисков благодаря уменьшенной толщине увеличена на 29 процентов а количество резов больше можно сделать примерно на 67 процентов как я ранее уже говорил два диаметра 115 125 миллиметров диски для бензорезов диаметры у нас от 300 до 400 миллиметров и внутренние диаметры дисков 20 и 25 4 миллиметра диски для отрезных пил по металла по металлу диаметр один из 355 миллиметров к особенностям можно отнести что что используется вакуумный способ в пайке а вакуумный способ в пайке дает у нас большую прочность большую износа стойкость что актуально для работы по металлу перейдем к дискам для алмазных пил и это у нас пилы которые работают с водой до мокрый рез собственно говоря со сплошной кромкой несколько вариантов для бетона и кирпича диаметре 110 125 миллиметров как я уже ранее рассказывал сплошная кромка обеспечивает чистый рез но не такой быстрый и для стекла у нас также есть диски 85 миллиметров у нас там есть несколько дисков они отличаются толщиной насколько я помню диски для алмазных пил эконом диски для сплошной кромкой для керамической плитки диаметрами 110 125 миллиметров сегментированные для мрамора 125 миллиметров и сегментированные для границы тоже 125 миллиметров и наши диски x-log не так давно появились нашем ассортименте два диска диаметрами 115 25 миллиметров ну в принципе к особенностям можно отнести то что это быстрая смена да но это можно сказать про всю линейку дисков x-log можно использовать как для инструмента с креплением x-log так и для обычных уши м собственно говоря по технологиям каким-то они других дисков не отличается тут главная особенность что-то x-log то есть быстрая замена для асфальта у нас да когда-то было в ассортименте но сейчас его нету то есть спрос был небольшой в основном то у нас работают почему по бетону ну вот там мрамор гранит уже реже основе то бетон до ну и перейдем к алмазным талетия тарельчатым диском или к алмазным чашкам как еще их называют а для чего они нужны для соответственно придания поверхности определенный сделать и более гладкой соответственно убрать какие-то наплывы на бетоне опять же рекомендуется работать данными чашками у нас с нашими машинами по бетону это писи 1100 5000 5000 один уж им тоже работать можно позволяет крепить на уши им но однако удобство и безопасность при работе с уши им конечно же ниже поэтому мы и рекомендуем работать специальным инструментом именно шлифовальными машинами по бетону ими и удобнее работать у них есть специальный ролик который ну ты просто ведешь да и удобство нам намного выше чем с уши какие же у нас бывают алмазные чашки да они у нас бывает однорядные которые обеспечивают грубую шлифовку но быструю двурядные вот на изображение представлено у нас три вида да но у нас вот в ассортименте только двурядная крайне левая да то есть с обычными сегментами прямоугольными с такими бумерангообразными и горизонтальными вертикальными у нас в ассортименте нету нас просто двурядные горизонтальные сегменты и сплошные турбо они у нас обеспечивают самую чистую поверхность да но при этом скорость шлифовки ниже ну и что же есть у накида в ассортименте для описи 1100 у нас для грубой шлифовки это 07 369 диаметром 110 миллиметров и для финишной шлифовки это 700 900 289-1 как раз она у нас для финишной шлифовки идет сплошная да для 5000 си 5001 си нас для грубой шлифовки d 414 58 и бы за 120 115 и для финишной б 122 289 и d 400 464 диаметры 125 миллиметров отличие у этих чашек не только в цвете но и в вознос стойкости золотые они у нас более износостойкие ушим эконом для ушим то лично диски эконом ну в принципе может как хиты наши хиты с ндс стоимость у них чуть выше тысячи там до 1100 с последними изменениями цен подходят для грубой шлифовки двурядные d606 50 4 115 миллиметров и d606 60 125 миллиметров ну и из интересного это антивибрационные чашки для уши благодаря специальному укреплению да с двумя резиновыми кольцами обеспечивают меньше вибрации которые передаются на инструмент соответственно оператора и производительность данных чашек на 40 процентов выше предназначена данная чашка у нас для шлифовки бетонные граниты и имеет диаметр 125 миллиметров ну и давайте посмотрим коротенькое видео с особенностями данной чашки 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 на этом все спасибо за внимание если есть какие-то вопросы задавайте запись вебинара будет потом всем отправлена ссылкой на яндекс диск